Переведено и озвучено парнями из коридора. Хей, чё как? С возвращением на очередной выпуск реакции художников по визуальным эффектам. Сегодня к нам на диване присоединился очень специальный гость, Гай Уильямс из компании WTFX. Ты являешься сеньором-супервайзером по визуальным эффектам в компании, и ты работаешь там со времён Властелина Колец. Да, я работаю в этой индустрии уже больше 30 лет, и вот у меня появилась возможность рассказать о некоторых сумасшедших проектах, над которыми нам довелось работать в прошлом. Хей, знаете, мы расскажем о самой-самой крутой технологии растяжения пор из когда-либо созданных, и, конечно, мы посмотрим Джима Немана. О, чёрт, это поразительно. Если он будет двигаться не так, как вы привыкли видеть, это просто испортит весь кадр. И мы будем смотреть на Орлушу из Миротворца, этого незаконно прекрасного пацана. И на разницу между волосами и перьями. Это сложно. Мы также посмотрим на женщину Халка и некоторые эффекты, которые были использованы для сериала, например, все те невероятные детали, которые используются, чтобы сделать глазные яблоки фотореалистичными и эмоционально реалистичными. И мы посмотрим на одно из самых безумных чудес из Стражей Галактики 3. Прямо через верху! Чёрт! 18 кадров, 16 склеек. Сможете ли вы найти их все? Спорим, что нет. И тут больше склеек, чем было у меня? Или... Нет, 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 точно, у меня было больше склеек. Да ладно, Дракс! Серьёзно, чёрт! В начале этого года вышли Стражи Галактики 3, над которыми ты также работал. За какие сцены из третьего фильма ты отвечал? В основном за сцены в третьем акте, опять же. Вы, парни, просто боги третьих актов, тот же финал. Да-да, это наш хлеб с маслом. Здесь столько всего происходит, и этот широкоугольный объектив... Чёрт! Это линейное поле зрения. О, это так круто! Прямо через верху! Чёрт! Это была моя идея. О, правда? Боже, теперь моя реакция ещё более восторжена. Это типа мега-челлендж по хореографии. Здесь столько всего происходит. Очевидно, что мы видим здесь настоящих актёров, настоящий Крис Пратт. Ты так думаешь? Ну, то есть... Да, разве нет? Например, она замечательная актриса, но я не думаю, что она сможет так сделать. Да, боже мой! Но вы всё равно снимаете на площадке, вы всё ещё снимаете с настоящими актёрами и настоящими каскадёрами, и вам приходится согласовывать движение камеры со всем этим, держа при этом в уме тот факт, что сцена не режется, и, конечно же, все эти CG-существа и все эти эффекты. Это безумие. Всё почти закончилось. Надеюсь, что нет, это потрясающе. Симуляция кишечника. А ещё щупальца. Щупальца — это непросто, я слышал. Ну, просто. У нас есть свои методы. Мне кажется, ты первый человек, который так непринуждённо говорит о щупальцах. Это Veta Digital, парень. Точно, Veta Digital. Ой, извини, Veta FX. Я забыл. Veta FX, да. Да, я сегодня не в той футболке для референса. Там много всего, что можно окопать в этом одном кадре. Очевидно, что здесь много каскадёрской хореографии. Съёмочная группа Стефана Церетти, он супервайзер по VFX в Marvel, и он курировал этот фильм. Он работал со всеми этими командами, чтобы понять, как и что они собираются снимать. Внимание, спойлер, это не один кадр. Я понял. Это никогда не один кадр, да? На самом деле тут 18 кадров. 18, окей. Снимали в течение трёх дней. Это что-то настолько комплексное, что я смотрю сейчас и представляю, как сложно за это взяться. Как, будучи режиссёром, знаешь, Джеймс на съёмочной площадке делает свою работу, а ты выполняешь роль супервайзера в том, что там наснимают. Как на съёмочной площадке можно снять 18 различных кадров, которые идеально сочетаются друг с другом? Есть ли какая-то привязка к виртуальным мониторам, которые они видят для синхронизации, или ещё чего? Опять же, я не был на съёмочной площадке, но я предполагаю, что у них был видеосплит, чтобы они могли делать микс между двумя плейтами, чтобы увидеть, выстраиваются ли они в ряд. Там есть разбивка, где она запрыгивает к нему на плечи, потому что это фактически два трюка. Когда она приземляется ему на плечи, тут уже идёт кат, так что это второй трюк. О, это безумно хорошо, это сумасшедший матч кат тогда. И самое интересное, что камера находится на метре в другой позиции, на 20 градусов смещена от оси при склейке, так что в финальном варианте там цифровые дублёры. Ого, окей. Знаете, они много занимались хореографией. Хореография идёт непрерывно до самого конца, а потом ты прикидываешь, где лучше сделать склейки. Одним из таких битов был бит, когда мы переходим от экшена, и Квилл идёт вперёд, когда он начинает драться в коридоре, и мы пытаемся понять, что мы можем там сделать. Например, у нас есть ракообразный чувак в кадре. И знаете, можно же сделать клише, когда в ракообразном проделывают дыру, и камера летит к отверстию, и в итоге там и был ещё один кат. Хочу сказать, что это такой отличный пример того, что у вас есть проблема. Камера здесь, когда она должна быть там, и вы хотите анимировать её там, но всё уже отснято. И на самом деле, в нужное для вас время ничего не происходит, поэтому вы придумываете что-то сами. Да, и в каком-то смысле это ещё один пример того, как творческий подход спасает. Когда у нас есть проблема, нам нужно что-то сделать, и появляется уникальная идея. И мы видим, что это одна из самых значительных и влиятельных частей всего проекта, которой не было в первоначальной концепции. Так что это очень здорово, что она могла вот так родиться. В этом и заключается прелесть того, что ты окружаешь себя талантливыми людьми. Например, анимация добавляет так много нового в кадр. Майк и его команда постоянно играют с идеями, постоянно устраняют недочёты. Они заставляют камеру работать, когда она не хочет работать в этой склейке. Они придумывают, как подогнать время, сделать экшен интересным, и как использовать того ракообразного. Здесь есть всякие интересные вещи, которые, знаете, кто-то где-то придумал. 25 лет назад они сделали дидер из меня. Итак, ты работал над проектом под названием «Чувак-близнец». И это очень крутой... Я должен был, я должен был. А на самосе заказ летает. Мужик, я тебя не виню. В общем, Джиммини, я сам только что подвис на секунду. Что это такое? Я думаю, важно отметить, что Джиммини Мэн был очень уникальным фильмом. В том смысле, что он был снят в формате... Вышел в релиз, он ведь не только в 3D, но и с высокой частотой кадров. Снят и поставлен в 120, да. 120 кадров в секунду. Большинство телевизоров, мониторов даже не отображают такую высокую частоту кадров. Сложность в том, что при 120 кадрах было еще и нативное стерео. Так что, опять же, у нас две камеры, поэтому все должно быть затречено дважды. Все должно быть ротоскопировано дважды. При 120 кадрах в секунду 4К, это означает, что вы можете делать просто удивительные вещи с экшеном. Этот кадр просто безумен. Я люблю такие типы съемок, когда довольно широкий угол используется в узком пространстве, потому что у вас есть такие интенсивные движения, но здесь много чего происходит, и вообще, что здесь реально? Ну, мы заменяем голову Уилла на протяжении всей сцены. Там пальма, которая проносится мимо, и теперь мы в основном цифровые, но не полностью. Если присмотреться, то можно заметить небольшой скачок. А вот теперь тут все цифровое. Я вообще не видел там никакого скачка. И даже тут все цифровое. Подожди, это цифровой чувак? Подожди, серьезно? Ага. Это потрясающе. Мы попросили его сделать это, но он не смог управлять мотоциклом до конца, так что нам пришлось бы делать какой-то очень сложный переход от каскадера на мотоцикли Куилла Смитла. И вот тут-то оказывается, что в этой ситуации переход становится едва ли не сложнее, чем просто сделать его полностью цифровым. Да, как безумно все это технологически. Потому что каждая капля пота на лице должна соответствовать, потому что ты в 4К 120 кадров, верно, и никак не спрячешь. Да, вообще не скроешь ничего. Очевидно, что в этом фильме есть молодой Уилл Смит, и в моем представлении это как бы главный эффект в фильме, но это тонкость, о которой я не догадывался. Боже, для меня это безумие, это так хорошо. Нет, ты принял решение. Итак, вот эта секвенция. Мы видим молодого Уилла Смита, но его исполняет, можно ли сказать, старый Уилл Смит? Уилл Смит в текущем возрасте. Уилл Смит в текущем возрасте, да, именно так я сформулирую. Когда мы начинали работу, я сказал, слушайте, знаете, кастинг Уилла Смита отличный выбор. Он потрясающий актер, минус, который для нас был во всем этом. Он постарел невероятно хорошо, поэтому нам трудно было сделать так, чтобы он выглядел достаточно молодо. Просто состарить его, чтобы другой стал моложе. Да, и мы такие, знаете, давайте просто оставим седые волоски в его волосах, знаете, не трогайте ничего. И самый быстрый способ понять, что мы здесь ошиблись, если бы Энгли сказал нам, что он абсолютно верит, что это реальный человек на экране. Но он выглядит как очень похожий на Уилла Смита человек. Знаете, вы можете промахнуться на 1% или на 0,1%. Самое сюрреалистичное в этом то, что было очень легко получить Уилла Смита в кадре. Но когда любая часть его лица начинала двигаться, если она двигалась не так, как вы привыкли видеть, то это просто разрушало весь кадр. А также поры растягиваются. Ах, растягивающиеся поры. Супервайзер шоу подошел ко мне и сказал, что у артов есть идея, мы сделаем поры очень крутыми. И мы такие, сколько? Да, да, ты такой, это круто, но... Как дорого. Хотя, как иронично, это подход пора зительно бедного человека. Черт возьми, Джордан! Я дам вам минутку после этой шутки. Да, спасибо. Да, детка! Мы можем начать сначала. Оу, я даже вспотел! Отлично. Вау, вау! Итак, мы рисуем линии на лице, они называются картами потока. Направление кривой очень важно, потому что это определяет направление потока. Затем мы просто делаем множество связей. В основном вы видите темно-синие точки. Это очень маленькие, стахастические, то есть случайно разбросанные точки для углов пор. А затем есть система, которая соединяет точки таким образом, что мы можем получить из нее правильную форму пор. О, это замечательно! Так что это на самом деле не кровоток, а плотность меланина. И меланин это один из тех пигментов, из которых состоят лица людей. Красный, из крови, белый, полагаю, из тканей. Тогда одна из вещей, которая происходит, поскольку это структура внутри кожи, то происходит то, что при движении кожи вы можете видеть, как меняется цвет. Так что плотность меланина меняется в зависимости от того, насколько сильно вы растягиваете кожу. Черт! Это такой высший уровень. Парни, если вам нравится то, что вы слышите, у нас есть еще много интересного. Подписывайтесь, нажимайте на значок колокольчика, если хотите быть в курсе событий. О, господи, какого черта! Я помню, что это было чем-то большим, потому что мы привыкли видеть Халка в крупных фильмах, а теперь мы видим эффекты Халка в целом телешоу. Разница в масштабах просто огромная. Да, и Халк все равно должен быть того же качества, что и в фильме. Да. Да. Легкотня. Так тебе! Самая большая проблема во всем сериале, Халк половину времени ходит без рубашки. Поэтому модели мышц должны быть очень хорошими. Вы по факту делаете много кадров со скульпингом. Мы немного поиграли с меланином и прочими вещами, о которых я говорил в Джимине. Это выглядело очень странно. Так что здесь это есть, но в меньшей степени. В случае с ней есть творческие проблемы, а есть технические проблемы. Потому что они хотят, чтобы она была Халком, но они также хотят, чтобы она была гламурной, знаете, не просто разрывающим все существом. Так что вы пытаетесь найти идеальный баланс. Она должна быть мускулистой, но не слишком. И в итоге вы идете по пути все более совершенной кожи, ее волосы безупречны, все в ней безупречно. А потом ты доходишь до конца и думаешь, что это выглядит как плохая работа с фотошопом в журнале. И да, вы зашли слишком далеко, знаете, вам нужно отступить. Так что вы постоянно находитесь в этом противостоянии со студией, и где вы пытаетесь посоветовать им не заходить слишком далеко, потому что вы знаете, что в конце концов результат будет только ухудшаться. Тебе еще так многому нужно научиться. В чем, на твой взгляд, секрет воссоздания искр в глазах CG-модели? Потому что глаза всегда как бы все говорят, верно? Или, по крайней мере, так было на протяжении всей истории. Я чувствую, что мы преодолеваем этот разрыв и движемся дальше. Какой же секретный соус тут? Я не знаю, когда мы только начали это делать, наши глаза были смоделированы очень точно. Мы правильно смоделировали глаз и роговицу, что означает, что роговица — это материал, плавающий внутри склеры. Это не просто шар с плоской поверхностью и линзой над ним. Склера фактически опирается на роговицу, поэтому склера может отбрасывать тень на роговицу. Простейший способ все сломать — это кукольные глаза, где у вас получается черная линия. Если вы посмотрите на это как на чей-то глаз, вы не сможете увидеть, где заканчивается радужная оболочка и начинается глаз. Это красивый переход, плавное размытие в нижней части глаза. Если у вас есть небольшая темная линия, это создает впечатление, что глаз — это стеклянный шар, сидящий внутри латексной штуки, в то время как на самом деле это ткань с жидкостью, и ткань становится очень полупрозрачной, как только она встречается с глазом. Это так интересно, потому что да, это похоже на то, что на протяжении всей истории визуальных эффектов мы всегда думали о том, какими короткими путями мы можем получить эффект этой вещи, что мы можем сделать вычислительно. И мне кажется, что из всего, что я слышу, ты говоришь о Джимине и растягивающихся порах, ты говоришь о новых инструментах для лицевой анимации, которые учитывают отношения между мышцами. Работа глаз тут. Компьютеры, наконец, делают все настоящим в некотором смысле, как будто мы делаем это по-настоящему. В каком-то смысле да, но никогда не надо недооценивать вклад художника. Компьютер не придумывает идею, как что будет создаваться. Да, извиняюсь, я просто имел в виду в плане, нет-нет-нет, все окей. Я просто хочу сказать, что для всего, что ты упомянул, был кто-то, кто сидел там и просто сказал, почему это выглядит неправильно, что я делаю не так, что мне еще нужно учесть, чтобы это действительно имело нужную правильную форму. Я хочу спросить, была ли Женщина Халк веселым проектом? О, это был отличный проект. По большей части всем нравится делать то, что они делают. Да, когда ты работаешь в этой индустрии, тебя окружают единомышленники, люди, которые хотят создать великолепный образ, и они стараются как можно больше держаться подальше от суровой реальности вопросов о времени и деньгах. Знаете, на производстве все стремятся создать наилучший образ, так что, знаете, это очень весело. Вы можете подписаться и поддержать парней на их собственном сайте, коридордигитал.ком, а также вы можете поддержать меня на моем бусте, если хотите видеть больше роликов в Коридор Крю в моей озвучке. Ваша миссия? Уничтожить проект под кодовым названием «Морская звезда» и любые упоминания о нем. Итак, «Отряд самоубийц» вышел пару лет назад, и один из ключевых персонажей этого фильма – миротворец. «Морская звезда» на сленге означает «Очко». Это как-то связано? И в итоге он получил целое шоу на HBO, и там целая куча разных персонажей, но один из персонажей этого шоу – орел, но орлы не умеют играть. А это очень симпатичная птица. Идея Джеймса заключалась в том, что это его сайдкик, это его комик-релив, который, впрочем, ну, то есть я имею в виду, что мы тут говорим о слоях и слоях, верно? Персонаж Джона Сины и сам по себе юморной. Так что получается сразу два комических персонажа. Анимация фантастическая. И снова мой кузен. Подожди, это твой кузен сделал? Нет, Майк Казинс. Майк Казинс. О, это было хорошо. На самом деле есть кадры, где птица обнимает человека, который мы используем для всего этого. Меня как-то бил по лицу орел. Что? Это снято на камеру. Подожди, подожди секундочку. Не самая грациозная птица. Мы могли бы использовать это. Тут у нас хороший кадр с Джоном Синой, все тени четко видны и все такое. Трудно ли было сделать Джона Сину видимым? Джордан, я отдаю тебе за это три с плюсом. Ну, тут было какое-то усилие. У меня больше нет стандартов. Считаешь ли ты, что с перьями гораздо сложнее, чем, например, с волосами? Боже, да. Нужно помнить, что перья состоят из волос. Есть стержень, который проходит по перу. И еще есть волоски, которые отходят от стержня, называемые крючочками. Да, да, прости, я это знал, но не понял. Ты совершенно прав, перья это просто волосатые палочки. Но они все отрендерены таким образом, то есть мы не рендерим перья как текстурированную поверхность. Мы создаем стержень, а потом от него отходят все крючочки. Так что каждое перо это несколько сотен волосков. Но потом, это не самая сложная часть, вы попадаете в ситуацию, когда перья или их структура таковы, что они лежат друг на друге, поэтому при деформации поверхности они должны скользить друг по другу. Но это превращается в проблему курицы и яйца. Как их все привести в состояние покоя, которое будет правильным, потому что нельзя, чтобы они находились в таком положении, чтобы они не застряли, иначе будут выталкивать друг друга. Да, они начнут переворачиваться в разные стороны, понимаете? Так что вы постоянно проходите, и в основном от хвоста птицы до самого носа, начинаете укладывать их обратно. И затем вы можете смоделировать это. И потом перья не просто бесконечно тонкие, они имеют глубину. Лучше всего это видно на примере шеи. И у орла нет такой толстой шеи, у него есть небольшая шейка с карандаш, но все перья как бы драпируются вокруг нее. Поэтому вам нужно понять, как создать дополнительный объем, но при этом сохранить все эти коллизии. Потому что, опять же, вы, парни, подходите к этому правильно, делаете это реалистичным путем. Это просто сводится к тому, чтобы собрать группу из парней, которые будут моделировать перья, парней, которые будут анимировать птицу и убедиться, что у каждого есть то, что нужно, чтобы можно было передать свой результат следующему парню. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на меня на Boost, если хотите увидеть больше роликов в моей озвучке. Ссылка в описании. Гай, спасибо тебе большое за то, что присоединился к нам на диване сегодня. Это была куча мудрости, которые ты вывалил на нас сегодня. Я действительно наслаждался всем этим. Есть ли где-нибудь место, где наши зрители могли бы оценить больше того, над чем ты работаешь? Ну, вы всегда можете зайти на наш сайт в это и фикс. У нас есть канал на ютюбе, где мы показываем некоторые из наших работ. До встречи на следующей неделе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!